МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я напомню, что все вопросы были абсолютно объективные и закономерные. Никогда еще законопроекты с такой важностью не вносились буквально за час до принятия. А это несколько десятков страниц. Это вместо одного закона поправки сразу семь законов. Это то, что касается прав миллионов наших граждан. Это то, что касается формирования единой информационной системы, персональных данных, врачебной тайны и тому подобное. Это то, что требует детальнейшего, подробнейшего обсуждения, для того, чтобы не допустить ошибок, для того, чтобы не допустить разного рода неприятностей, которые вполне возможны. В настоящий момент мы не можем гарантировать то, что законопроект, который был принят в столь спешном порядке, заработает идеально. Мы согласны с тем, что системную информационную систему мобилизации сегодня или учета мобилизационных ресурсов нужно преобразовывать, безусловно. Но делать это столь стремительно, столь быстро, на наш взгляд, это неправильно. Это чревато огромным количеством риска, поэтому повторяю, парламент сегодня это не место исключительно для того, чтобы проводить нужные или целесообразные законы. Это место, где они должны тщательно обсуждаться, где должны выявляться точки риска и приняться соответствующие решения, в том числе и в рамках внесения поправок и обсуждений. Это по первому вопросу. Второй вопрос, он касается все-таки политики, проводимой сегодня в Российской Федерации в целом, и в частности политики, связанной с национализацией. Я напомню, наш законопроект неоднократно отвергался, при том, что национализация является одним из элементов сегодняшних стран, капиталистических европейских стран. Я напомню, что сегодня иностранные компании владеют имуществом на территории Российской Федерации на сумму где-то 400-450 миллиардов рублей, и в настоящее время около 2000 иностранных компаний стоят в очереди на рассмотрение специальной правительственной комиссии, в которых планируют или хотят уйти с российского рынка. При этом, к большому сожалению, Российская Федерация не пользуется правом национализации, законным, закономерным, перераспределяя эти ресурсы к себе, что называется, и ставя их к себе на баланс, а, к сожалению, довольствуются лишь 10% отчислений от стоимости активов и последующей продажей, порой за копейки, ну, нашим отечественным бизнесменам. Ну, для понимания, сеть Макдональдс учета за миллион рублей. Или, в данном случае, крупнейший завод или крупный завод автомобилестроительный в городе Москве ушел за 1 евро, абсолютно формальную сумму. Вот вместо того, чтобы 100% национализировать, забрать собственность государства, а в последующем передавать в управление, либо продавать нашим бизнесменам, извлекать из этого пользу, в том числе связанную с необходимостью ликвидации последствий тех самых санкций и ареста наших активов за рубежом, к большому сужению, правительство Российской Федерации отделывается лишь вот этой десятиной, 10%-ми, а все остальное практически за копейки уходит нашим олигархам. При этом наши олигархи по итогам 2022 года стали еще богатее. Количество долларовых миллиардеров выросло на два десятка человек, российских, я повторяю. Москва теперь шестой город по количеству проживающих долларовых миллиардеров. Ну и, собственно, доходы на того же производителя СПГ господина Михельсона составили чистые доходы около 1 триллиона рублей. И правительство, между тем, продолжает какую-то вялую работу попыткой получить с них некие дополнительные доходы в размере 200 миллиардов рублей. В то время как нормальная схема, в том числе и схема по изъятию сверхдоходов, связанных именно с прибылью от наших природных ресурсов, должна была позволить только с одного господина Михельсона получить порядка 600 миллиардов рублей. А уж со всей нашей сырьевой структуры, так называемой, которая находится в руках частных лиц, можно было получить как раз ту сумму, которая необходима для баланса нашего федерального бюджета, который испытывает некоторые сложности. Вместо этого, к сожалению, мы слышим предложения сегодня от правительства и новые меры, которые возлагают дополнительные финансовые обязанности на наших граждан, предложение неких фракций ввести налог, откупной налог от мобилизации, что, на наш взгляд, совершенно нецелесообразно и неправильно, прогрессивная шкала налогобложения, новые виды обложения сверхприбыли, связанные с нашими национальными ресурсами, и национализация правильная, грамотная, недопускающая сегодня прекращение производства, недопускающая увольнения, массовых увольнений, особенно в крупных городах, это та политика, которая сегодня должна быть. Точно так же, как и сегодня вносимый законопроект нами о регулировании цен на продукты первой необходимости и услуги. Это тоже крайне важно в настоящих условиях, в условиях практически полувоенных. Государство должно смело вторгаться в систему регулирования, в том числе вот этих рыночных, полурыночных отношений. Государство должно на себя брать смело процессы управления, планирования, прогнозирования производственных процессов, потому что без этих вариантов, к сожалению, выжить в нашей стране будет невозможно. Более 70 вопросов в повестке дня. Представьте действующего юриста, который следит за законодательством, он не успеет прочитать даже название, а не то, чтобы разобраться и посмотреть, как эти законы будут применяться в действии. В результате того, что нам навязано 20 лет назад, 25 лет назад нам навязано законодательство, оно до сих пор действует. И это законодательство, к сожалению, не изменяется в связи с изменившимися обстановками. Как прорыв вперед принимается закон о вейпах. Но не эти вопросы сейчас волнуют людей. В повестке дня стоит законопроект, внесенный Коммунистической партией Российской Федерации об изменении закона образования. Необходимо отказаться от баллонской системы. Этот закон позволяет это сделать. Президент практически уже два месяца назад на своем послании сказал, что необходимо отказаться от этой баллонской системы. Почему правящая партия волю президента не воплощает в жизнь? Почему мы, коммунисты, этот закон предлагаем и его отодвигают, отодвигают, отодвигают? Ну, сегодня хоть давайте примем этот закон, который хоть толику внесет в развитие нашей внутренней юриспруденции. В результате законов, принятых под диктовку международных организаций, у нас сложилась система, когда в Ростовской области, вы все знаете, огромное количество судей, сейчас возбуждены уголовные дела в отношении верхушки ростовских областных судей. Но это же не простой вопрос. Это исковерканные жизни. Это возбуждение уголовного дела в отношении депутата Госдумы Бессонова Владимира Ивановича и привлечение его к ответственности. Оказывается, с 2015 года ОПГ в полиции существовало, сейчас нам докладывают и больше 20 возбужденных уголовных дел в отношении полицейских. С 2015, сейчас 23 год, где правоохранительные органы? Обо всем этом Компартия предупреждала, говорила и о коррупции в судах, говорила и о коррупции в полиции, о бандитизме в полиции мы говорили. К сожалению, власть действующая не прислушивается, и, видимо, это выгодно. Следующий вопрос. Это будет отчитываться Банк России о состоянии финансовой системы. Уже все говорят о том, что Международный валютный фонд написал законы Российской Федерации, по которым у нас денежно-кредитная система позволяет. В этом году, докладываю вам, на 13 миллиардов долларов увеличили свои состояния богатейшие люди России. Это финансово-кредитная система. Доход, прибыль точнее, Сбербанка, российского банка Сбербанка, 350 миллиардов рублей. Но там не резидентов 43%, это граждане, которые проживают в государствах, в том числе и те, которые враждебные Российской Федерации. Почему до сих пор не принимаются законы, которые мы предлагали? Мы предлагали и законопроект о том, что Банк России должен быть подчинен правительству Российской Федерации. До сих пор этого нет. Мы предлагали выборность судей, которая снижает коррупцию на этом уровне. Этого закон не принимается. Мы предлагали выборность руководителей муниципалитетов. И будет отчитываться Министерство природных ресурсов о состоянии природы. И посмотрите, во что превратили города. Москва, зеленые насаждения вырубаются. Ростов-на-Дону, зеленые насаждения вырубаются. А к мэру претензий никаких нет и никто не может решить этот вопрос. И создана система, когда олигархи увеличивают свои состояния, а крестьяне сейчас вынуждены будут резать скотину, из-за того, что молоко стоит в два раза стоимость молока опустилась. Зерно с 18 рублей до 8 рублей опустилось. Крестьяне не смогут закупить технику. Где деятельность правительства, где оперативные меры, где снятие пошлины на вывоз зерна. Оно сгниет и никому не нужно будет. Подсолнечник сейчас невозможно реализовать крестьянам. Где деятельность правительства? Уважаемые товарищи, есть программа Коммунистической партии. Внимательно читайте и давайте воплощать жизнь. Спасибо. Спасибо.